Повторить, естественно, Максима, столько приятных слов, даже не знаю, что сказать. Но на самом деле очень приятно быть в Москве, все-таки, на самом деле, родной город. Очень много раз здесь был еще за время Советского Союза, много времени здесь провел. В 2009 году выиграл Кубах мира, как раз в Москве. И большое вам спасибо за поддержку, и очень спасибо, что вы пришли сегодня вечером. И мне, конечно, очень рада быть самого Максима, чемпиона мира трехкратного. Я расскажу немножко предыстории. Мы с Вовой знакомы, и когда он приехал в возрасте 8 лет, уже был отмечен в Советском Союзе отмечен самых выдающихся надежд, талантов. И мне было 13, ему было 8 лет, и мы уже тогда зарубились не на шутку. Тогда, представляете, 8-летний мальчик, а он уже был таким талантом, что играл на уровне, скажем, международного юношеского спорта. Поэтому знаем мы друг друга давно, даже поделюсь с небольшим секретом. Какой системы он себя считает? Советской, европейской, может быть, азиатской, потому что он поездил по всему миру. Поэтому здесь вопрос такой. Вова, вот ты считаешь свое теннисное образование, свое образование как человека, достигшего таких высот в спорте, вот ты считаешь себя обязанным в Советской системе больше, что на тебя самое большее влияние в твоем воспитании как спортсмена оказало? Ну, я думаю, очень тяжело сказать, что насало самое большое влияние, но, несомненно, Советская система очень сильно мне помогла. Ты знаешь, сколько мы тренировались, какие условия у нас были. То есть все было организовано очень профессионально, и мы находились, я думаю, на сборах практически каждый месяц, лет в районе недели. То есть приезжали игроки из всего Советского Союза, лучшие партнера, приезжали через партнеры. И, естественно, мы в то же время еще играли турниры у нас в Советском Союзе, международные турниры. То есть в любом случае, это Советская система дала огромный толчок мне. И вот тогда мне было 16 лет, как вы знаете, это был 92-й год, и в то время, ну, ситуация, мягко скажем, изменялась у нас. И тогда меня пригласили в Германию, и, в общем, я начал тренироваться в Советском Союзе в Германии, потом уже попал после Дорфа, как Максим уже сказал. Я тоже Максим, тоже тренировался. Долгое время. Так что я думаю, мне помогло, в принципе, мне очень повезло, можно так сказать, помогла Советская система, когда я упал в отличный клуб, потом тоже были отличные партнеры по команде, отличный тренер. И вообще за всю свою жизнь я очень, мне очень повезло, в общем, буквально с первых, наверное, лет, ну, моей спортивной карьеры. То есть я упал в Александр Николаевича Петкевича. В общем, и, в принципе, работу с лучшими европейскими тренерами, играл в лучших европейских клубах. Все это, естественно, очень-очень помогло. Вопрос в следующем. Все вот на свете знают, что китайцы – это доминирующая нация, в основном, Теннис. Скажи, пожалуйста, это действительно так, что эта нация создана для побед, а все остальные вот только борются с ними или это просто заблуждение? Что мы тоже можем их побеждать? Вот, например, Боля, Самсонова, Мейза, Примоновца. Что все-таки можно побеждать? Скажи, пожалуйста, у меня есть свое мнение, и мы с этим твое услышим. Я думал, конечно, можно побеждать, и мы это все видели в 90-е годы, когда было отличное поколение европейских игроков. Когда, я думаю, большинство важных турниров выиграли все-таки европейцы. Сейчас ситуация применялась, но я думаю, что в Европе все равно есть потенциал. То есть может быть через 5, 10, 15 лет снова что-то изменится. То есть в любом случае китайцы можно выиграть. Даже буквально на прошлой неделе в финале World Tour. Китайцы можно выиграть лучше, чем они.